Кто там? Тем временем блогеры обсуждают первую марсианскую экспедицию и свое возможное в ней участие. Насколько невыносимой должна стать жизнь на Земле, чтобы человек задумался о переселении на другую планету? Видимо, те 100 тысяч, которые подали заявки на полет на Марс, не нашли счастья на матушке Земле. Поиск колонистов продолжается. По расчетам, первую колонию планируют разместить на планете всего через 10 лет, в 2023. Увеличивать количество живущих там людей планируют постепенно, но постоянно. Все эти люди, по сути, купят билет в один конец, так как возвращение их на Землю пока невозможно технически. Люди с улицы на Марс не полетят, нужны специальные знания. До полета каждый кандидат пройдет длительное восьмилетнее обучение, где и узнает все, что нужно для выживания на чужой планете. Получат колонисты и базовые медицинские навыки. Здравствуй, дивный новый мир! Запишите меня в космонавты! В этом году отбор пройдут 40 человек, но только четверо из них станут первыми колонистами. Это будут двое мужчин и две женщины. Примечательно, что участие в программе платное, но общедоступное. Всем желающим принять участие в отборе американцам, надо внести на счет фирмы-организатора 38 долларов, а жителям других стран всего 5. Организаторы хотят, чтобы программа охватывала весь мир, и доступ к ней был у каждого. Выполнимость этого проекта вызывает большие сомнения у большинства специалистов. По оценкам, первый полет потянет на 6 миллиардов долларов, но организатор проекта Бас Лансдор не преклонен и утверждает, что все получится. А молодые люди, подавшие заявки, действительно мечтают осваивать новую планету. Миссия в один конец побуждает в них жажду приключений и тягу к исследованиям. И скоро весь мир увидит, кто же станет новым Юрием Гагарином или Нилом Армстронгом. С вами была рубрика «Тем временем». Оставайтесь онлайн на сайте телеканала «Мой город». А комментировать увиденное вы можете в нашей специальной группе ВКонтакте. До свидания. Кто там? Кто там?